Слушайте, вот умиляюсь я с наших соотечественников Сегодня с утра вот читаю в соцсети Опять все крайнего ищут Ты ведь нашли Ну вот, наслушались вас оппозиционеров, блогеров, журналистов Приняли участие в этой акции полдень И вот получилось так, как получилось Явку сделали и все равно проиграли Слушайте, а можно простой, грубый вопрос А вы на какой-то другой результат надеялись? Вы реально не знали, что так будет? То есть, когда вы собирались вчера пойти на избирательные участки Вы действительно верили, что эти выборы Владимир Путин не выиграет А выиграет кто-то другой, например, Дованков Вы что, пошутили сейчас, что ли? Дальше остановимся, но нам подробнее Это реальная журналистика Погнали! Слушайте, давайте честно, положа руку на сердце Ну каждый ведь из нас знал, каким результат будет Мы знали об этом полгода назад, когда выборы президента были еще не назначены Мы знали об этом в декабре, когда не допустили до участия в президентских выборах Дунцова Мы знали об этом в январе, когда до участия в выборах точно так же Не допустили Надеждина единственного кандидата Кстати, по-моему, в истории России, даже не в истории этих выборов А в истории России единственного кандидата Который смог собрать в свою поддержку 100 тысяч подписей И по-настоящему собрать Не рассказать об этом, а собрать Мы все видели эти очереди за Надеждиной И когда его не допустили, мы понимали, каким будет результат Мы об этом знали неделю назад Вот в данном видео Я сам лично рассказывал, когда в понедельник, в минувший В ЦИОМ уже опубликовал результаты голосования 71% явка, 82% у кандидата фаворита, у Владимира Владимировича Путина То на то и вышло, да Вот эта вот акция, полдень вчерашний, она несколько разозлила власти Да, и назло врагам, они немножечко докрутили этот показатель И сказали, ах, а вы так Ну тогда вот не 80% вам, а 87, почти 90 Чтобы знали, на кого тяпкает Но в принципе все было ожидаемо, все было прогнозируемо Никто ничего другого не ожидал Поэтому давайте не будем сегодня искать виноватых Потому что я не считаю, что произошло что-то плохое И я наоборот считаю, наконец-то лед тронулся И это наша маленькая, но победа Мы сделали главное Не надо лопотать сейчас вот эти вот глупости Мы им создали явку Да явку без нас бы создали Создали, нарисовали Как угодно это называйте Она бы была, еще раз, кто не видел Вот это мое видео, пересмотрите Неделю назад в ЦИОМ уже опубликовал цифру по явке 71%, ну а в итоге Благодаря полудню ее докрутили до 73% В принципе в рамках погрешности Ничего не поменялось, не надо Я вообще считаю, что вчерашняя ситуация Она стала уникальной в своем роде Мы наконец сделали то, о чем многие И я в том числе Говорили долгие годы Ребят, давайте наконец уже становиться гражданским обществом Давайте наконец превращаться в это гражданское общество И вот во время этой избирательной кампании Мы этим гражданским обществом Вообще люди этим гражданским обществом стали Напомню, да, подписи В поддержку Надежды нас собирали Стояли люди на 20-ти градусных морозах Часами стояли в очередях Дабы оставить свою подпись В поддержку выдвижения данного кандидата И это было, и все это увидели И вчера вышло огромное количество людей Тысячи картинок в интернете Сегодня можно найти Такого не было никогда Тысячи картинок в разных городах страны Такого не было Даже в 2011 году После вот этих вот болотных выступлений После массовых митингов В том числе на Сахарова Я много раз рассказывал Я буквально жил вот там вот Рядом с этой улицей Сахарова Мои окна выходили туда на Сахарова Я видел Как каждые выходные Выходило огромное количество людей Не взирая на морозы Стояли, протестовали Но даже тогда еще не было Такой сплоченности Она наблюдалась только в отдельно Только в отдельно взятой Москве В отдельно взятом Питере Вчерашний день показал Что протест на настроенных граждан Огромное количество Это массовое явление Шагающее по всем городам России Что гражданское общество У нас есть Люди пошли Несмотря на то, что их пытались запугивать Прокуратура города Москвы Два, по-моему, или три раза Опубликовала предупреждение Что дорогие друзья Ай-яй-яй Нарушение закона И бла-бла-бла Смотрите Вплоть до уголовного наказания И все равно Десятки Тысячи Сотни Тысяч Людей Не побоялись И вышли Что в этом плохого Вот это, я считаю Маленькая Но победа Проблема в другом Да Наши граждане Они хотят Все и сразу Они хотят Вот вчера объявили выборы Начался день голосования Там первый Пятнадцатого А семнадцатого Пришли И победили Так не бывает Для того Чтобы победить На выборах Надо было Пройти ряд Определенных процедур Ну вот чтобы было Понятно Вот представь У тебя сын Талантливый спортсмен Там или дочь И ты подумал О том Что неплохо Было бы Чтобы однажды Он привез домой Золотую медаль И сказал Папа, мама Это вам Но согласись Так не бывает Что сегодня ты проснулся И подумал Вот талантливый спортсмен Футбол классно играет А завтра он домой Приходит с золотой медалью Нет Тебе надо пойти Записать его В какую-то спортивную секцию Дальше он должен Там мучить себя тренировками Принимать участие В каких-то соревнованиях Начиная с маленьких Там чемпионат школы Чемпионат двора Чемпионат района Чемпионат города Потом может быть Он попадет в сборную Там будет долго тренироваться Там будет издеваться над собой Получит огромное количество травм Набьет себе кучу шишек Через кровь, пот и слюшки Может быть Однажды он попадет в олимпийскую сборную И может быть Однажды он поедет на олимпиаду И вот там На олимпиаде Спустя вот такое количество времени Может быть Он завоюет эту олимпийскую медаль В жизни точно так же Почему мы все время хотим Вот эти вот процессы промежуточные Взять и вырезать Так Вот у меня есть сын Сынок ты талантливый Там спортсмен Футболист Все Хлоп Сынок спасибо за золотую медаль Все пошли домой спать Пойдем гамбургер закажем Ну не бывает так Здесь то же самое Много лет говорим Ребят нам надо становиться Гражданским обществом И если бы мы тогда В 2011 году Люди начали Вот этим заниматься Пытаясь превратиться Просто из граждан В гражданское общество Тогда сегодня Можно было бы О чем-то говорить Но Это все время Отодвигалось Отодвигалось Отодвигалась Замечательная история И вот опять Мы пришли к тому Что мы 25 лет спали А значит 15 объявили Очередные выборы А 18 мы вдруг Захотели Чтобы наш кандидат Победил Который взялся там Откуда-то Непонятно Нет Так не бывает Нельзя Вот этот вот Промежуточный процесс И взять и вырезать И вот вчера Они начались И на этом Не надо останавливаться И самое главное Надо продолжать Быть вот этим Гражданским общественником Нельзя Отсиживаться в кустах Чем дольше Ты сидишь в кустах Тем дальше Вот этот твой Счастливый конец Отодвигается Поймите одно А сделали мы Действительно Большое дело Повторюсь Многие не понимают Я устал читать Эти глупости прояв И им нужна Только явка Еще раз Недельной давности Мой ролик Посмотрите Там Уже В ЦИОМ Написал Явка Будет 71 Ну по итогу Она получилась 73 Ты правда думаешь Что им нужна Только явка Кто тебе сказал Что если результат Выбора Можно Да Нарисовать Прогнозировать Такой Какой Кому-то там Хочется Почему нельзя То же самое Сделать С явкой Кто мешает Дистанционное Электронное Голосование Не просто Так Придумали Кстати Результат ДЭК Никого Не удивляет 90% Проголосовали За Путина Хотя За Путина Мы знаем Голосуют В основном Старшее поколение Старухи Вот Старухи Пошли 90% Проголосовали В интернете А Молодежь Которая голосовала Преимущественно За Дованкова Только на 6% Интернет Старухи Которые дальше Телевизора Ничего не знают Которые до сих пор Бумажные газеты Выписывают Вдруг пошли И значит Электронно Проголосовали Ну вы сами В это верите Или там Взять явку В Белгородской области 85% Никого вопросов Не возникает Белгород Там уже неделю Больше Под обстрелами Находится Последние Несколько дней Все вот эти Три дня Голосования Он находился Под интенсивными Обстрелами 15-го В первый день Голодков Губернатор По-моему Даже То ли издал Распоряжение То ли рекомендовал Да закрыть Все торговые центры По возможности Не выходить На улицу Ну реально Обстреливался Город Обстреливался Регион При этом явка 85% И ничего А тут Оказывается Виноваты Те кто вышли И вот Вот эти вот Люди Они меня умиляют Они никак Не могут понять Для чего Все это Случилось Вчера А случилось Оно Повторюсь Именно для того Чтобы продемонстрировать Там Людям Которые На самом деле Принимают решения Вот сейчас Попрошу Не путать Тех самых Фронтменов Которых Которых Вам показывают По телевизору Там Всяких Журавлевых Милоновых Мизулиных И так далее Я имею ввиду Про людей Которые принимают Реальные решения Да По настоящему Вы их никогда Не увидите Вам их никогда Не покажут По телевизору Вот это Тем людям Был сигнал Что ребят Мы есть Вот они Мы здесь Мы тоже Граждане России Мы тоже Хотим голосовать И с нами Тоже Желательно Считаться Вот они Мы И вы знаете Я думаю Что они услышали Те кому надо Действительно Услышали Да конечно Сейчас Вот эти Вот публичные Персоны Публичные Будут рассказывать Разного рода Сказки Да уже Начали Там Памфилова Рассказала Что вот Всему Виной Были Вот предшествующие Двунь дня События Когда увидели Кто-то там Зеленку Наливал А кто-то Там Поджигал Эти участковые Избирательные Комиссии Вот люди Мобилизовались Пошли Голосовать Решили Что проявить Гражданскую Ответственность Там МИД Высказался По поводу Того же самого Вот за границей Не просто так Очереди стояли Это вот люди Почувствовали Любовь к родине Причем Самое забавное Еще вчера Это были Релаканты Предатели А вот Да Уже Вернее Позавчера А вчера Они вдруг Почувствовали Любовь к родине И пошли Голосовать Рассказывают Сейчас любые Скажки Но главное Повторюсь Те кто должны Были получить Этот посыл Они его получили Потому что Одно дело Когда ты Читаешь Какие-то отчеты Слышишь Какие-то Россказни О каких-то Мифических Протестантах Да О каких-то Мифических Недовольных Да Есть какое-то Количество Вот Недовольного Электората Протестного Электората Их там Небольшая Горстка Маргиналов Процентов 10-20 И другое Дело Когда ты видишь Воочию Там-то ведь Тоже не дураки Сидят То есть Тысячи Картинок В интернете Десятки Тысяч Из разных Городов Страны Вот что страшно То есть Раньше Это имело Такое локальное Значение Такой локальный Масштаб Был То есть В Москве В Питере В основном Выступали Выходили на улицы Протестно настроенные Граждане Сейчас Это шагает По всей стране Это приобретает Массовый характер Это заставляет Я думаю Наверху Заставит Людей Задуматься Потому что По сути Эти выборы Ну по сути Их слили Сейчас Как мне кажется Им правильнее И они будут Этим заниматься Они будут делать Орг-вывод Задача Которая была Поставлена Пропагандистам И ее конкретно Озвучили Элиты Да Через Путина Который в ноябре Напомню Сказал Сделайте Так Чтобы эти Выборы Были Максимально Легитимными Максимально И что Они сделали По итогу Они по итогу Превратили Эти выборы В посмешище Фарс В конце концов Они еще и Создали ситуацию Когда на улицу Вышли Тысячи Недовольных Они сидели На диванах И вдруг Встали И вышли И все Их увидели Так же Как вот этих Подписантов За Надеждину Впервые За 30 лет Существования Российской Федерации Мы увидели Выборы Когда люди Просто Вышли И проголосовали Ногами И их Увидели Все Поэтому Ребят А я считаю Что это победа Ну а вот Это Ожидаемый процесс И триумф Ну так себе Триумф Я бы сказал Думаю Что это действительно Повод там Задуматься Сделать какие-то Выводы Все Переваривайте Реальная журналистика Увидимся Услышимся Пока-пока